Привет всем! Вы на канале про Астрахань. Сегодня короткая прогулка по двум местам, так сказать, общественного отдыха. Одно более популярное, другое менее. Начнем с парка Дружба, который в Желгородке. В Астрахани проблема с фантазией, поэтому есть два парка. Один возле Лебединки, это парк Дружба, другой вот здесь, в Желгородке. И считается, что этот парк такая обитель оппозиционеров, то есть здесь вокруг жилые дома, его нельзя пройти насквозь, то есть если здесь оппозиция соберется, то никому особо мешать не будет. Поэтому власти решили, вот вам парк, который по территории скорее как сквер, вот там и тусуйтесь. Здесь собирались в 2017-м, 2018-м, когда еще не особо можно было, ну вроде как не особо-то и запрещали одного, в поддержку одного известного человека по имени Алексей. Фамилия на букву Н, я думаю, не надо уточнять, все и так поняли. А сейчас здесь собираются противники собак. Тут один из депутатов решил, так сказать, перед выборами, видимо, писануться, что он такой против бродячих псов. Но на самом деле эти шахки всех задолбали, потому что здесь и людей уже загрызали, и постоянно кусают, и взрослых, и детей. И зооэкстремисты их защищают, почему только собак, и других животных нет. Ну, в общем, история непростая, здесь периодически каждое воскресенье в последнее время всякие митинги, сборы, подписи и прочие движуха происходят. Этот парк, ну, его официально называют парк, по факту, размером это сквер. Это такое междворовое пространство, как бы вход со стороны улицы Богдана Хмельницкого. А здесь где-то год назад закончили благоустройство. Ну, не совсем закончили, там есть еще участок, попозже покажу, который нужно доработать. Но в целом здесь есть детские площадки, есть места отдыха, скамейки, фонари. Деревья вырастут, возможно, будет тень, всякие воркауты. В общем, гуляй не хочу. Я думаю, что местные жители довольны. Попутный ветер и останусь навсегда. Э-э-э-э, останусь навсегда. Э-э-э-э, останусь навсегда. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Как утверждают некоторые сторожилы, здесь в прошлые годы тоже был парк. Такой весь красивый, весь в цветах. Вот здесь прям по центру был фонтан. Но сейчас здесь какая-то типа сцены что-то сделали. В общем, фонтан может быть когда-нибудь восстановят. Как говорят представители Орбинов власти, вроде бы реконструкция еще не полностью завершена. И вот этот забор впереди коричневый, который отгородили интересное здание, там тоже вроде что-то планируется. В общем, пока есть более-менее нормальный парк. Я думаю, местным жителям по кайфу. Но если честно, особо делать здесь нечего. Просто нечего. Если хотите, будете как-то в этом районе, можно зайти посидеть на лавочке. Но в жару здесь особо не потухнуешься, потому что лавочки все под открытым солнцем. И вас здесь просто сожжет. А так, когда прохладная погода, да, возможно, можно зайти прогуляться, сделать пару кружочков и уйти по своим делам. Редактор субтитров А.Семкин А вот второй объект сегодняшней нашей прогулки гораздо популярнее. Это на ваших экранах храм святого равноапостольного князя Владимира. Местные называют его просто Князь Владимир. И все понимают, где это находится. В основном сегодня будем гулять вот на той стороне. За этим храмом располагается площадь святого князя Владимира. Пройдемте. Полное название этого культового сооружения звучит так. Кафедральный собор московского архиерейского подворья святого князя Владимира. История у этого храма непростая, как у многих подобных сооружений. Начинается она в 1888 году, когда городская дума приняла решение о строительстве храма памятника в честь 900-летия крещения Руси. Место для храма было выбрано здесь, на юго-западе, на берегу тогда Адмиралтейского затона. Ныне это канал имени Варвация, между, как тогда говорили, обывательскими кварталами и валом, который защищал город от наводнений. Раньше здесь находилась лесная биржа. 15 июля 1888 года, когда по решению Святейшего Синода отмечалось 900-летие крещения Руси, в Астрахани прошел величественный крестный ход, проводил его епископ Евгений на границе между русской и татарской слободами. И тогда же свершилось освящение места под новый храм. Вот эта территория, где мы сейчас стоим, отсюда и вплоть до речки Царев, тянулась огромная татарская слобода, где было много мечетей. И в этой части города проживало около 11 тысяч православных жителей. А храм был всего один Иоанна Златоустовский. Соответственно, было принято решение, что непорядок нужно, так сказать, официальным же у нас было православие в Российской империи. И необходимо строить еще больше православных храмов, и решили воздвигнуть здесь этот собор. То есть, по замыслу, новый храм должен был способствовать приобщению татар-муслимам к православию, или хотя бы для ознакомления их с православным богослужением. В настоящий момент, как вы видите, проводится реконструкция, то есть, внешние стены храма снова красят. После возвращения в лунную церкви, стены уже красили. Но краска быстро пришла в негодность, равно как и в Кремле, похожая беда. Сейчас заново занимаются покраской храма. Первый ярус, так сказать, условно, первый этаж уже, как видите, белоснежный, новый. Также здесь разбивают фонтаны, будет небольшой сквер перед входом в храм. Для выбора лучшего проекта храма даже организовали конкурс. В итоге выбрали тот проект, который представили петербургские гражданские инженеры Косяков и Ковиц. 19 января 1895 года Астраханское городское управо представило в консисторию проект будущей постройки. Чертежи, конструкции, расчеты и так далее. В итоге проект утвердил помощник министра внутренних дел, сенатор Горимыкин. Возводился храм на средства городского общества города Астрахани, а также на пожертвования благотворителей. Можно выделить несколько известных меценатов тех времен Губины, Григорьевы, Бекуновы, Хребниковы, Федоровы и другие. Также жертвовали и простые горожане. Строительство проводилось под назором городского архитектора Каражинского около семи лет. Работы были завершены 12 июля 1902 года. Именно в этом году отмечался 300-летний юбилей основания Астраханской епархии. Новый храм стал одним из крупнейших сооружений города. Выдержанный в византийском стиле, с прекрасным освещением и паровым отоплением, он поднялся на высоту 50 метров. Освещение храма было приурочено к 15 июля, дню благоверного князя Владимира. На освещение прибыл известнейший в то время священник, отец Иоанн Кронштадтский. По некоторым сведениям, во время революционных событий 1917 года и во время мартовского рабочего восстания 1919 года Владимирский собор получил некоторые повреждения от огня судов Волжско-Каспийской флотилии. Насколько это верно, могут знать специалисты. После революции в соборе продолжались службы. В 1923 году храм чуть было не пришел в руки так называемых обновленцев. В марте 1924 года астраханский архиепископ Фаддей Успенский сделал князь Владимирский храм своим собором. Это объясняется тем, что как и Успенский собор, который находится в Кремле, так и большинство других важнейших астраханских храмов были захвачены обновленцами. Долгое время князь Владимирский храм продолжал выполнять функции кафедрального собора, занимая самое видное место среди оставшихся православных церквей. Но в 1936 году церковь все-таки захватили обновленцы. Храм был закрыт в 1939 году и было решено его снести, но он все же избежал этой участи. Есть версия этих событий. Когда храм закрыли и местные власти приняли решение его снести, возмутились татары, жившие рядом с храмом в Слободе. Ну, потому что они принимали участие в строительстве этого храма, и как каменщики, и в других работах. Они построили, во-первых, храм, не важно, что люди были другой веры, построили своими руками. Это было украшение города. В итоге татары отправили делегацию в Москву, к Калинину, и уже у него на приеме добились решения о сохранении храма. В храме был устроен склад. В 60-х годах была принята вторая попытка сноса храма, но астраханцы снов возмутились этими замыслами. Есть легенда, что на купол собору забралась женщина и привязала себе к кресту. Овощи рядом татары окружили церковь живым кольцом, и трое суток сидели и жгли костры, не допуская никого к храму. Ждать от чего городские власти изменили свое решение. В 1967 году решили переоборудовать собор под городской автовокзал. В нем были устроены межэтажные перекрытия, внутреннее пространство разгородили на отдельные помещения, часть проемов просто заложили. После 1990 года храм все еще выполнял функции городского автовокзала. И только в 99-м году прошлого века наконец-то вокзал перенесли на площадь перед железнодорожным вокзалом, а собор вернули в церкви. 26 июля 1999 года преосвященнейший епископ Иоанн совершил освящение крестов, которые установили на куполе и на колокольне храма. Начались работы по возвращению церкви ее настоящего облика. В 2001 году были освящены новые колокола. Сам храм был освящен в октябре 2002 года, во время посещения Астрахани святейшим патриархом Алексием II. Сейчас мы с вами гуляем по площади святого князя Владимира. Ранее называлась Площадь Свобода. Идея установки памятника князю Владимиру в этом месте появилась еще в далеком 1997 году. И была поддержана губернатором Астраханской области, тогда им был Анатолий Петрович Гужвин. Но в то время шли активные работы по воссозданию самого храма и вопросы о памятнике пришлось отложить. К идеям установки памятника вернулись в 2010 году. Мэрия города объявила конкурс на лучший макет. Победителем стал московский скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук. Однако на возведение памятника у города не было средств. В 2012 году предследатель Астраханского регионального отделения Всероссийского и Азербайджанского конгресса Адарят Гусейнов вышел с ходатайством на президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева поддержать и оказать финансовую помощь в установке памятника в Астрахани. В итоге было принято решение помочь благодаря средствам фонда имени первого президента республики Гейдара Алиева. В работе по разработке и реализации проекта принимали участие азербайджанские специалисты. Автором архитектурной композиции выступил народный художник Азербайджана, почетный член Российской академии художеств профессор Натик Алиев. Автором памятника стали астраханский архитектор Александр Федорченко и московский скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук. Стоит отметить, что Федорченко и Ковальчук также работали вместе над памятником Петру Великому, который установлен на городской набережной Астрахани. Скульптура князя Владимира была изготовлена в Баку, затем на автотранспорте ее доставили в Астрахань. Гранит для постамента привезен из Ирана, также благоустроена вся территория. Вот здесь установлен, как видим, памятный камень с упоминанием, так сказать, благодетелей. Теперь это один из открыточных видов Астрахани. Как видим, на памятнике Владимир изображен в княжеских одеждах и шапке мономаха. Правая рука князя поднята в благословляющем жесте, а левая держит святое распятие. Высота памятника вместе с постаментом составляет 10,5 метров. Продолжение следует... И теперь эта площадь стала одним из любимых мест отдыха горожан и гостей города. Этот район и раньше считался престижным, но теперь, когда здесь благоустроили территорию, привели в порядок набережную, разбили сквер, построили новенькие многоэтажки напротив, привлекательность районок, как говорится, выросла в несколько раз. Да, здесь приятно гулять, никто не спорит. В этом году весна в Астрахани выдалась ранее. Как видите, конец апреля, сирень уже, по сути, отцветает. И вишни и яблони тоже заканчивают свое цветение. Но, как всегда, самый рассвет, конечно же, будет в мае. Ну, а в апреле попрохладнее, в мае будет потеплее уже, может быть, до 30. Вот на следующей неделе обещают, пока проходят дожди, еще более-менее. Самое главное, нет вредных насекомых. Так что, дорогие гости города, кто собирается приехать, сейчас самое время. Тем более, у нас тут объявлен главой региона так называемый месячник чистоты. Астрахани активно моют, чистят, красят, в общем, приводят в порядок. Да, не только Астрахани. У нас по традиции все города в России к 1 мая, к майским праздникам, обычно пытаются максимально отскоблить и привести в порядок. Ну, здесь особенно видно, что красный это грунт, это видно, замазали какие-то щели, трещины, и в итоге полностью покрасит храм. Единственный у меня вопрос, почему купола зеленые? В Успенском соборе, в Троицком соборе того же Кремля купола зеленые. Обычные купола вроде как, либо небесно-голубые, либо золотые, но в Астрахани почему-то у многих храмов они зеленые. Вот такая вот местная особенность. Итак, в ближайших планах у нас с вами прогулка по Кремлю, прогулка по дворам Астрахани. Мы продолжим серию про граффити. Это оказалось гораздо объемнее и увлекательнее, чем я думала изначально. Ну и многие спрашивают, когда же будут проходки по трусовской стороне. Ну, я думаю, в ближайшее время все будет. Немного терпения. Пишите в комментариях, что вам особенно интересно. Какие места показать? Как говорится, нужно составить топ-5 самых интересных мест. Всем пока. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Бейте в колокол. Рассмотрите возможность поддержки автора. Гуляйте по городу. Наслаждайтесь. Пока. Хорошая погода. Удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok